До сих пор отличаюсь радикально От вас еще плодов визуально и вербально До сих пор на груди цепью крест До сих пор на айфоне гусал ваш LMS До сих пор тяжело вес 100 килограмм Братва собираемся Давайте еще подождем чуть-чуть людей Так редко с вами ухожу пообщаться Так Минутка, минутка, ребята, сейчас Так Короче Как дела? Сори, сори, что меня долго не было С вами Всем привет Так Я нахожусь на студии Тут в натуре еще не дали отопления Поэтому это пишу Пишу в куртке, прикиньте Мало того, что в субботу К сюда приезжаю Еще и в куртке приходится сидеть Такое дерьмо Короче Братья, друзья Я вам хочу рассказать Про свои планы немножко Про музыку Про все, что происходит Поотвечаю на ваши вопросы в том числе Вот И, наверное, у тебя нет Короче Пользуюсь случаем Во-первых Во-первых У меня будет в этом месяце три выступления Одиннадцатого в Кирове Одиннадцатого в Кирове Восемнадцатого в Калининграде И двадцатого в Екатеринбурге После этого я поеду в Лондон На недельку в конце месяца Это будет моя первая поездка в Жало Никогда никуда не ездил Один Еду этого по работе на денек И потом остаюсь уже просто Смотреть город Тусить Я не знаю, что там можно делать в Лондоне Поэтому Если у меня есть друзья в Лондоне Или знакомые А мир так тесен Что я уже этому не удивляюсь То дайте знать А то я там с ума С ума наверное схожу Сайду один Так Че вы спрашиваете Личная жизнь У меня нету Личной жизни Получается Я ни с кем не встречаюсь Вот я женат на музыке Пшу песни Каждый день Собственно Вот Больше нечего добавить Что касается Музыки Короче Это мой такой был первый опыт Выпускания музыки Каждую пятницу И она Короче Один выходной Мы Не попали Потому что Это было Короче У Жака Энтони должен был выйти релиз В одну дату А потом они его на неделю Перенесли Я Об этом Узнал за несколько дней И уже Не мог Заменить Короче Трек На какой-то другой Потому что Нужно же время Чтобы Все это Загрузило В систему Чтобы Это одновременно Во всех Короче Магазинах Появилось Это больше не делается Так как раньше А раньше Мы просто записал трек В ту же секунду Слил его в контакт И все Сейчас нужно Пожидать какое-то время Чтобы это везде Появилось Одновременно Вот Поэтому Один выходной Был без музыки Вот Но так Вот Еще у нас остался Один трек Который выходит Получается В эту пятницу Вместе с Китсолом Моим братишкой И Ураган закатом Трек был написан Реально очень давно Я рад Что он выйдет Наконец Потому что Он Лежал Очень долго Я не знаю Мне кажется Больше чем Чем полгода Точно Вот И Знаете Что я вот Даже и не понял Мне вот Понравилось Выпускать треки Каждую неделю Или нет Потому что Помимо того Что нужно Постоянно Короче Заморачиваться С этими Обложками На каждую Песню То мне кажется Что люди Они начинают Короче Как-то Избалованными Что ли Становиться Типа Ты их Постоянно Кормишь Музыкой Даешь 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 И они Такие Типа А ну Новый трек Яникс Каждую неделю Выходит Пусть полежит Типа Как будто Уже теряется Короче Особенность Этого Всего И И Типа Люди Быстро Пресвещаются И Перестают Ценить Короче То что Ну Если ты Это выпускаешь Каждую неделю Это не значит Что ты Это пишешь Каждые 15 минут Это материал Просто так Сложилось Что Ведь он Большинство Этих песен Оно Выходит На чужих Альбомов И Так просто Сложилось Что Типа Как-то Так Я увидел Что Короче Плюс-минус Дропы Все В одном Месяце В двух И У меня Было Чем Заполнить Дырки И Я Решил Сделать Так Чтобы Эти Песни Выходили Постоянно Каждые Выходные Вот Так Что Этот Трек В плане Синглов Это Будет Последний Который Будет Пятницу Больше Я Не планирую Наверное Их так Обильно Сливать До Моего Релиза Может Что-то Будет Незначительное Но Вот так Чтобы Каждую Секунду Наверное Нет И Самое Главное Из всех Этих Песен Которые Выходили Ну Имеется Ввиду Те Которые Выходили Не на моем Альбоме На релиз Пойдет Максимум Только Трек Да Или Нет Это Так Всегда Делаю Все Самое Классное Я Оставляю Все Что Мне Не Жалко Я Сливаю В Сеть Трек Поэтому Но так как мы все проебали опять, как максимально вообще возможно, то заниматься мы этим будем сейчас. Уже занимаемся, думаем над тем... Короче, занимаемся продюсированием этого клипа сейчас. И он обязательно выйдет в скорейшем времени. Так, что вам еще рассказать? Про АФК что-то могу рассказать вам, если вам интересно. Я сам на самом деле очень удивлен, что это настолько прям всем залетело. Два мульта просмотров что-то за неделю набралось. За первые два дня уже был лям. Наверное, если говорить про клипы с моим участием, то это, короче, наверное, самая успешная работа. Играет у меня Kili Simulation. Классный, да, трек? Мне тоже нравится. Короче, АФК, что вам сказать? Я могу сказать одно, что вообще в шоке с чуваков, которые нашли эти локации. Потому что некоторые из них выглядят просто как вот реально, как будто они из игры Counter-Strike. У меня есть фотографии там со съемок и просто смотришь, как будто это типа скриншот из игры. Вот, и поэтому получилось очень прикольное, реалистичное. Респект всей команде. Вот. Что еще? Когда в Питере? Да я был только в Питере. В Питере я был неделю, пару недель назад. Мне нравится, когда люди вообще просто не следят за задумные вопросы. К меня выходит трек, мне на следующий день пишут. Братан, когда новый трек? Когда уже? Уже же день прошел. Давай. Новый трек. А, за фиты. Могу только сказать, что у меня есть трек с Гонфладом. Он уже тоже где-то, по-моему, анонсировал это. Вот. Этот трек мы, наконец, записали. Очень долго, долго, долго все это тянулось. Вообще, изначально с ним делали другой трек. Я про это тоже как-то рассказывал. В итоге, finally, все сложилось. Мы его уже свели. Вот. Так что, это, наверное, единственный фит, про который я сейчас готов рассказать. Больше палить ничего не буду. Что касается фитов. Бля, там Металлик играет, что ли? Боже мой. Давайте что-нибудь более привычное. Давно не виделись в натуре. Альбом. Когда альбом. Да, вот этот вопрос. Это он мне снится ночью. В кошмарах. Каждую ебаную секунду. Ребята, я не хочу вам называть точные даты, потому что я все равно них не выполню. Ни разу еще такого не было, чтобы я сказал, альбом выйдет тогда, и он вышел тогда. Если мы только не берем какую-то финальную дату, про которую я уже, ну, не где-то там просто сказал, а дата, про которую я официально где-то написал, когда уже все сведено. На данный момент я его дорабатываю. Каждый день я работаю над этим. Вот. И моя цель это сделать в этом году. Обязательно. Причем, лейблы не любят выпускать альбомы в декабре, потому что, знаете, в декабре это все это говно, прибыли заев в топ, типа, в новогодние песни, там, happy new year, и все такое вот за вот этим всем дерьмом. Теряются какие-то новые релизы, поэтому никто обычно в декабре не выпускает, пускай в январе. Вот. Так что, какие дела. Я работаю. Не хочу вас обманывать. Все будет. Мы дали вам за последнее время, получается, 6 треков. Это вышло просто за полтора месяца около того. Я надеюсь, этого немножко хватит, чтобы скрасить ожидания. Но могу сказать то, что я... Меня как никого волнует этот вопрос, когда выйдет этот несчастный альбом. Уже. Наконец. Вот. Потому что для меня это не только выход музыки, для меня это еще и... означает то, что я смогу, наконец, себе купить новую квартиру. Вот. И начать себя чувствовать комфортнее. Потому что уровень индустрии сейчас возрос, и я удивляюсь тому, сколько сейчас денег дают пацанам за их альбомы, которые только-только появились вообще буквально. Ой, блядь. Так. Это не моя квартира, она студия, ребята, я вам уже говорил. Вот. Одесса ждет меня. Мы будем в Харькове в январе, если говорить про Украину. Я сейчас в Москве. Это дурацкий вопрос какой. Так, ребята, давайте какой-нибудь интересный вопрос. Прическу. Вы что, не видели мою прическу? Чего вам ее показывать? Сходить на футбол в ближайшее время. Ответ на вопрос кроется в самом начале этого прямого эфира. потому что некоторые страны, мне кажется, подразумевают вообще футбол и является синонимом этого слова. фиты с R&B-клубом. Да, с Будой у нас есть еще два не вышедших. Получается. Что-то у нас Буду уже треков пять, наверное, чего всего. Удивлен. Все, у меня спрашивают, слушаю ли я те или иные альбомы. Я все слушаю, ребята, потому что я в этом кручусь, верчусь. Я должен быть в курсе всего. В том плане, что, типа, ну, это конкурентный рынок. Если предположить, что моя музыка – это продукт, я должен знать, какой продукт у моих конкурентов. Поэтому я слушаю все новое, что выходит, и русское, и английское. Вот. И можно даже у меня не спрашивать. Все, я слушал, все я знаю, я в курсе. С тейпом фита не планируется на данный момент, по крайней мере. Вот. Короче, наверное, на сегодня хватит, потому что не хочется раскрывать все карты. Еще очень-очень много чего в планах, в голове, того, чего не хочется рассказывать. Ребята, рад вас всех был видеть. Очень рад чувствовать вашу поддержку. Так что давайте остаемся на связи. Не переключаемся. Всем пока. Вас люблю. Ян-Яни. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...